МИНИМУМ 5 СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ ОРГАНОВ ТАДЖКИСТАНА ПОГИБЛИ ПРИ ОТРАЖЕНИИ НАПАДЕНИЯ БОЕВИКОВ НА ПОГРАНЗАСТАВУ ИШКОБОТ. Официальный Кабул утверждает, что нападавшие не пересекали афгано-таджикскую границу. Пользователи соцсетей задают вопросы, они остаются без ответа. Невозможно представить, чтобы 20 боевиков якобы этой структуры позволили себя истребить, расстрелять, как каких-то цыплят. Все это похоже на мерзкую циничную провокацию, пока неизвестно кем устроенную. Кыргызстан в пятерке стран мира с наибольшим долгом перед Китаем. Чем подобное положение может обернуться для страны и для Центрально-Азиатского региона? Эксклюзивное интервью Дарьи Тимофеевой с автором исследований о долговой дипломатии Сэмом Паркером из Гарварда. Мало кому известно, что получает Китай. Необходимо открыто обсудить, стоят ли кредиты возможных потерь в будущем. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в Бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Число погибших во время атаки на погранзаставу Ишкобот в Таджикистане возросло до пяти человек. Жертвами нападения стали четверо пограничников, а не один, как накануне заявляли власти. Об этом на таджикском бюро радио «Свобода ОЗОДИ» сообщил источник в МВД. Но власти страны пока только подтвердили гибель милиционера Бахрома Косинзоды и пограничника Изатулло Латифова. Радио «ОЗОДИ» стали известны имена еще двух погибших пограничников. Это замначальника погранзаставы Деловар Толибов и рядовой Хофис Хасанов. Обоих похоронили сегодня. Имя еще одного пограничника остается неизвестным. Я напомню, атака на погранзаставу была совершена накануне рано утром, примерно в 4 утра. По официальным заявлениям властей, нападение совершили боевики группировки «Исламское государство». Силовики уничтожили 15 нападавших, еще пятеро задержаны. Другие подробности мы узнаем у нашего корреспондента в Таджикистане. С нами на прямой связи по скайпу из Душанбе. Анашурвон Арипов, Анашурвон, привет. Появилась информация, что среди боевиков могли быть женщины. Насколько это соответствует действительности? В ежедневном выпуске новостей Таджикской службы радио «Свобода» у ЗОДИ действительно говорилось о том, что среди нападавших были женщины со ссылкой на источники МВД страны. Информация частично подтверждается тем, что на одной из фотографий, опубликованных МВД страны, сразу после нападения видно тело женщины. Но так как связаться с правоохранительными органами в эти дни ни у кого из журналистов не получается, официального подтверждения или опровержения этой информации нет. Несколько местных информагентств также писали сегодня об этом. Анашурвон, группировка «Исламское государство» пока не взяла на себя ответственность за атаку. Не знаешь ли ты, есть ли какая-то информация о нападении на информационных ресурсах ИГИЛ? Да, до сих пор ИГИЛ не взяли на себя ответственность за вооруженное нападение на Багранзаставу. Об этом нет никакой информации ни на одном из интернет-ресурсов. Несмотря на то, что уже прошло 40 часов, после убийства иностранных туристов 29 июля прошлого года, в стране группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за это уже на следующий день. Правда, власти Таджикистана тогда обвиняли не их, а членов запрещенной в стране партии «Исламского возрождения». В руководстве партии отрицали причастность к этому нападению. Так что возникают какие-то вопросы по поводу, действительно ли это было «Исламское государство». Ну и вчера вот по стране были усилены режим несения службы. А какая обстановка сейчас в Таджикистане и в частности в Душамбе? Расскажи, пожалуйста. Ну, официально силовые структуры Таджикистана переведены на штатный режим несения службы. Вчера я видел вооруженных сотрудников милиции в госучреждениях на главной стратегической дороге столицы. Сегодня их нет. Подробности о том вообще, что в эти дни происходило, как хоронили погибших пограничников, о том, как отреагировали власти Афганистана на заявление, что боевики проникли в Таджикистан с территории Исламской республики Афганистан. Ну, вот такие какие-то последние новости, которые есть, можно узнать в нашем следующем видеосюжете. Также для подготовки этого видеосюжета коллеги. Информация источников радио «Свобода» ОЗОДИ в МВД частично подтверждается руководителями городов и поселков, где прошли сегодня похороны погибших пограничников. Известно, что 29-летний Дилевар Толибов, уроженец города Каннибадам, похоронен сегодня на городском кладбище. Помощник мэра этого города Музафар Мухторов в телефонном разговоре сказал, что представители местной администрации присутствовали на церемонии прощания. Похороны рядового Хафиза Хасанова прошли в сельсовете Фароп Пинджикенского района. О прощании с еще одним погибшим пока ничего не удалось выяснить. Похороны Хафиза мы провели как полагается. Прошедшее весно его призвали в армию. Вчера в официальном заявлении погранвойск сообщили только о двух погибших. Однако даже их имена не были опубликованы. Журналисты выяснили их сами. Это участковый сельсовет Айсомбой Багром Косимзуда и Душамбинец из Атула Латипов. Его похороны прошли сегодня в столице. Нам удалось поговорить с его отцом Абубакром Латиповым. Когда мой сын достиг призывного возраста, вышло объявление, что нужно идти в армию, отдать долг матери, родине и стране. Я сказал своему сыну тогда, что нельзя избегать такой почетной службы. А дальше Аллаха тебе позаботится. Официальная версия, озвученная таджикскими властями накануне, разнится с данными других источников. В частности, до сих пор нет четкого ответа о происхождении боевиков. Афганская служба «Радио Свобода» сообщает. В Министерстве обороны Афганистана настаивают, что нападавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики не пересекали границу двух стран. Министерство обороны Афганистана утверждает, что напавшие проживали вне территории Афганистана. Нет ни единого доказательства того, что напавшие на погранзаставу пересекли таджикско-афганскую границу. После последнего сообщения погранвойск, оно вышло вчера в 12 часов дня, власти страны никаких заявлений по этому инциденту больше не делали. Пресс-службы МВД, Генпрокуратура и погранвойск на связь с журналистами не выходят. Недосказанность в официальных данных по нападению на погранзаставу Ишкобот вторые сутки будоражит таджикистанский сегмент социальных сетей. Сначала власти сообщили о двух убитых силовиках, спустя сутки их оказалось уже пятером. При этом Министерство внутренних дел страны отредактировало фотографии убитых боевиков, а потом и вовсе удалило их с сайта. Уж слишком много вопросов было к военным. Например, многие так и не поняли, зачем заковали в наручники одного из убитых, если он по официальной версии сгорел в машине, которую расстреляли таджикистанские военнослужащие. Что еще кажется странным во всей этой истории, подборку мнений пользователей соцсетей и экспертов сделала Джебек Бегалеева. По поводу черных масок, в которых по версии властей были боевики среди пользователей соцсетей, в Таджикистане не острил только ленивый. Если ночью собираетесь на улицу, возьмите с собой маску. Вдруг луна вас узнает. Зачем нападающим глубокой ночью понадобилась такая экипировка, многие пользователи не поняли. Шутки шутками, но спецоперация на таджикской границе действительно вызвала очень много вопросов. Почему объектом нападения стала тщательно охраняемая вооруженными людьми погранзастава? Беспрепятственно прошли границу из одного государства в другое, чтобы изнутри напасть на заставу рядом с третьей страной? Вот уже вторые сутки в интернете дотошно разбирают фотографии с места инцидента и задаются вот какими вопросами. Один небольшой вопросик. Если машина загорелась во время боя, то что делало колесо на крыше автомобиля? Почему у сгоревшего трупа привязаны руки? У меня вопрос к аналитикам, которые постоянно твердили, что на границе столько боевиков, на границе столько талибов и так далее. Как они и их спецслужбы профукали 20 человек? Как они прошли границу? Еще больше вопросов у журналистов. Вот что пишет на своей странице в Фейсбуке гендиректор международного агентства Фергана Данил Кислов. Зачем 20 боевикам из Афганистана понадобилось, рискуя собой, переходить границу и проделывать 150-километровый путь по территории Таджикистана? В чем стратегическое положение данной заставы? Не на что было напасть? Особенно подозрительным, по его версии, выглядит то, что боевики напали на погранзаставу именно во время Дня Конституции Таджикистана, как раз во время поездки Рахмона в Европу. Таджикистанским властям не верит и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, который выдвигает разные теории. Невозможно представить, чтобы 20 боевиков якобы этой структурой позволили себя истребить, расстрелять, как каких-то цыплят. Все это похоже на мерзкую циничную провокацию, пока неизвестно, кем устроенную. Но предъявлять фотографии убитых боевиков ИГИЛ со связанными руками за спиной, значит создать серьезную базу для подозрений в том, что кому-то удалось послать на верную гибель каких-то, осмелюсь предположить, заключенных таджикистанских тюрем. Но это версия. О том, что все это похоже на театральную постановку, говорит и политолог Александр Князев. Все это, по его мнению, легко объяснить. Главная цель – это необходимость поддерживать у населения боязнь террористической угрозы и потребность в защите от нее со стороны государства. В итоге общество становится более управляемым. Государство, несмотря на свою тотальную неэффективность в целом, получает кредит доверия и поддержки. Примерно такие же теории выдвигают и в разных пабликах обычные таджикистанцы. Все это придает истории с нападением на погранзаставу еще большей загадочности, и ответов не на один из этих вопросов пока нет. Типик Бегалиева, Евгений Щеглов. Настоящее время Азия. К другим темам из следственного изолятора на допрос. Таджикистанский гражданский активист Фархот Одинаев накануне поздно вечером вышел из СИЗО белорусского города Гродно. У ворот следственного изолятора его встретили родственники. Эту ночь активист провел в Гродно и ближе к полудню снова попытался перейти границу на пункте пропуска Каменный Лог на литовско-белорусской границе. Однако белорусские пограничники опять не пропустили Одинаева в Литву и сопроводили в помещении для допросов. В предыдущий раз, 25 сентября, таджикистанский активист также был задержан при попытке пересечь границу. Как потом выяснилось, власти Таджикистана объявили Фархота Одинаева в розыск. На родине ему приписывают членство в запрещенной организации и активном участии в финансировании и агитации экстремистской деятельности. После почти полутора месяцев изучения дела Фархота Одинаева Беларусь отказалась экстрадировать его в Таджикистан. Ранее Одинаев руководил телеканалом Сафоти Ви, который вещал из Москвы и освещал проблемы мигрантов в России. Заявлялось, что канал поддерживает запрещенное в Таджикистане партия исламского возрождения. Сами представители Сафоти Ви и лидеры ПИВ тут уверяли, что телеканал не имеет никакого отношения к этой политической организации. И вот буквально перед началом программы стало известно, что таджикистанский активист все-таки пересек границу и сейчас находится в Литве. Подробности многочасового допроса нам пока неизвестны. В Самарканде на строительной площадке принадлежащей компании Агромир Билдингс произошла массовая драка. Эту видеозапись прислали очевидцы в редакцию узбекской службы радио «Свобода Озодлик». На кадрах видно, как сотни разъяренных мужчин нападают на небольшую группу людей. Они убегают и прячутся в подъезде одной из строящихся многоэтажек. Очевидец инцидента рассказал, как узбекистанские граждане избивают турецких рабочих. По его словам, в этом инциденте есть множество раненых. На видео слышно, как свидетель, снимавший происходящее с верхнего этажа соседнего объекта, комментирует происходящее внизу и говорит на таджикском. Туркам пришел конец. Журналисты Озодлика расспросили самаркандцев о возможной причине побоища. Основных версий две. По словам собеседников Озодлика, турецкие рабочие якобы изнасиловали работавшую в столовой местную жительницу, что привело к массовой драке. Согласно второй версии, местные рабочие были недовольны тем, что за одну и ту же работу рабочие и иностранцы получают более высокую зарплату. По словам рабочих Агромир Билдингс, руководство компании платит турецким рабочим по 1000 долларов США, а местным – по 100 долларов. Уже после экзекуции на место происшествия прибыли сотрудники МВД и Национальной гвардии. Позже они оцепили весь объект. Источники Озодлика сообщили, что спустя несколько часов после инцидента посол Турции в Узбекистане прибыл в Самарканд в сопровождении одного из министров. Редакции Озодлика пока не удалось узнать у официальных органов подробности и мотивы массовой драки. Смотрите далее в нашей программе. Кыргызстан в пятерке стран мира с наибольшим долгом перед Китаем. Чем подобное положение может обернуться для страны и для Центрально-Азиатского региона? Эксклюзивное интервью Дарьи Тимофеевой с автором исследований о долговой дипломатии Сэмом Паркером из Гарварда. Мало кому известно, что получает Китай. Необходимо открыто обсудить, стоят ли кредиты возможных потерь в будущем. Мы продолжаем нашу программу. К казахстанским чиновникам в скором времени вернут возможность пользоваться смартфонами на рабочем месте. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов. По его словам, правительство может принять это решение уже в ноябре. Сначала все у помощи государственные органы согласовывают, после этого вносится правительство. И уже на очередном заседании правительства вносится данный вопрос. То есть, как я уже отметил, данный проект постановления, он внесен в правительство. И я думаю, на одном из заседаний его, соответственно, вынесут на рассмотрение. Аблайхан Оспанов также отметил, что разрешить телефоны планируется всем госслужащим без ограничений. Делается это по поручению главы государства. Я напомню, казахстанским госслужащим запретили пользоваться смартфонами на рабочем месте в марте 2016 года. В аппарате президента тогда аргументировали это решение участившимися случаями утечки служебной информации. Аблайхан Оспанов предупредил, что любой чиновник по-прежнему несет ответственность за информацию, которую получает на работе. И за ее распространение будет отвечать в соответствии с законом. Кыргызстан попал в топ-5 главных должников Китая. Об этом говорится в докладе Научно-исследовательского института Национального бюро экономических исследований. В топ-30 получателей кредитов также Таджикистан и Туркменистан. Чем Центрально-Азиатским республикам грозят их долги перед Китаем? Почему влиятельный сосед бесплатно раздает технологии? И почему страны региона не говорят о нарушениях прав человека в Китае? Эти и другие вопросы наш корреспондент Дария Тимофеева обсудила с американским политологом из Гарвардского университета, автором научных статей о долговой дипломатии Сэмом Паркером. Предлагаем его вашему вниманию. Добрый день, господин Паркер. Рады видеть вас в Кыргызстане. Более двух лет назад стало известно о существовании так называемых лагерей политического перевоспитания в китайском Синьцзяне. Сегодня уже широко известно и подтверждено очевидцами, что в этих лагерях нарушают права, идут притеснения представителей национальных меньшинств по религиозному и национальному признаку. Меж тем, критику от других стран в адрес Китая по этому вопросу мы слышим крайне редко. Как вы думаете, почему? Спасибо за этот вопрос. Я с вами полностью согласен. Действие Китая в Синьцзяне – очень серьезная проблема в области прав человека. Это нарушение тех самых прав, начиная от тотальной слежки за человеком и до принудительного переселения в лагеря и прочее ущемление. Я все же думаю, что западные правительства стараются говорить об этом открыто. На прошлой неделе в ООН был выпущен документ, под ним подписались в районе 25 государств, включая США. Этот документ осуждает действия Китая. Раньше уже были подписаны подобные петиции, так что я думаю, что запад пытается говорить об этой проблеме. Но когда западные государства собираются вместе, подписывают очередную петицию с осуждением, Китай собирает своих союзников и появляется еще одно контрписьмо, в котором утверждается, что нет, все легитимно, никаких нарушений прав человека здесь нет. В одном из моих исследований говорится, что все те государства, которые подписывают письма в поддержку Китая, имеют либо серьезный бизнес с Китаем, либо долги перед Пекином. Так что западные правительства поднимают эту проблему, но все очень сложно, когда сам Китай противится. Почему же соседние с Китаем государства молчат? Я знаю, что подобные письма подписал Таджикистан и еще одно Центрально-Азиатское государство. Сейчас я не уверен, какое именно. Это очень беспокоит. Вы должны спросить, почему Центрально-Азиатские страны поддерживают ущемление прав человека. Я не знаю. Хотел бы знать. В чем реальная необходимость Китая создавать такие лагеря? Я думаю, что речь идет о внутренних интересах Китая. Чтобы не оставалось никого непохожего. Задача – сделать всех людей одинаковыми и предсказуемыми. Чтобы они вели себя так, как от них ждут власти. Без иной религии, без оглядки на какое-то государство. Поэтому есть доказательства, что Китай идет на крайние шаги, включая преследование, помещение в лагеря перевоспитания и прочие нарушения прав человека. Буквально несколько дней назад власти Кыргызстана презентовали новую видеосистему с функцией распознавания лиц. Все оборудование и программное обеспечение предоставлено бесплатно Китаем. На ваш взгляд, таит ли такая щедрость какие-то угрозы для Кыргызстана? Почему Китай раздает оборудование бесплатно? На прошлой неделе я читал, что люди в Кыргызстане задают этот же вопрос. Гадают, кто будет распоряжаться этой системой. Куда пойдут личные данные – к кыргызстанскому правительству или в Китай? Безопасно ли это? Как личные данные могут быть использованы? Не будут ли нарушены права человека? Это очень серьезный вопрос, и ответы на них следовало бы дать еще до того, как система распознавания лиц начнет работать. Могут ли персональные данные жителей Центральной Азии оказаться доступны для правительства соседней страны, и как Китай может их использовать? Да, это возможно. Я не знаю, какие были договоренности, но это возможно. Я не располагаю информацией о деталях сделки. Однако перспектива настораживает. Почему поставили это ценное оборудование? Почему бесплатно, если они не видят для себя никакой выгоды? А как вы думаете, почему все же правительство не рассказывает о деталях соглашения? Мы видим, что когда появляются детали проекта, население воспринимает их негативно, скептически. Я думаю, их всячески пытаются не озвучивать, чтобы избежать публичных обсуждений или протеста в обществе. Но я считаю, если кыргызстанцы задают важные для них вопросы, то властям необходимо дать все ответы относительно этого видеонаблюдения. Национальное бюро экономических исследований включило Кыргызстан в топ-5 должников Китая. В тридцатку должников входят Таджикистан и Туркменистан. Порядка 18 миллиардов Китая должен Казахстан. Чем такая долговая зависимость может обернуться для этих государств? Я думаю, эти показатели беспокоят многих. В этом докладе Кыргызстан в пятерке лидеров по задолженности. В другом независимом исследовании он также в группе восьми стран задолженность перед Китаем с наибольшими рисками. Особое волнение вызывает то, что прогнозируется рост задолженностей, а следовательно и рисков. Когда вы спрашиваете о последствиях, я думаю, что важно рассмотреть опыт прочих стран мира с огромными долгами перед Китаем. Мы наблюдаем за Шри-Ланкой, Пакистаном, Мьянмой, Мальдивами и прочими государствами. Теперь важно понять, какие долги мы взяли на себя, сможем ли мы их выплатить. Возможно, исходя из опасений, пересмотреть условия этих проектов или расторгнуть договоренности. Я думаю, многие государства по всему миру задаются сейчас вопросом, что же будет, если у нас не хватит ресурсов вернуть долги. В случае Шри-Ланки Китай построил там порт, который не приносит доходов. Он передан в управление Китаю и Шри-Ланка не получила никакой выгоды. Относительно Таджикистана в последнее время сильная озабоченность насчет полезных ископаемых. В будущем самого ценного ресурса в Центральной Азии. Согласно различным докладам, около 60% таджикистанских месторождений в управлении китайских компаний. В долгосрочной перспективе, если Кыргызстан или Таджикистан не смогут выплатить кредиты деньгами и могут предложить расплатиться другими ресурсами. Например, месторождениями золота, энергоресурсами. На данном этапе что могут сделать власти, чтобы избежать таких последствий? Странам, которые осознали подобные угрозы, необходимо сделать прозрачными все договоренности с Китаем. Возможно, провести общественные слушания. Немаловажный момент, что многие соглашения, условия займов не были опубликованы. Мало кому известно, что получает Китай. Необходимо открыто обсудить, стоят ли кредиты возможных потерь в будущем. И если нет, то отчасти проектов нужно отказаться, если еще не начата их реализация, если деньги еще не потрачены. Бывает, что еще не поздно отказаться или снизить размер кредита. В будущем, если брать в пример Кыргызстан, крайне важно проводить общественные слушания относительно подобных проектов. Узнать, устраивают ли условия соглашений население, разъяснить его преимущества для граждан. И каждый подписанный документ должен соблюдать трудовые права граждан, которые в него вовлечены, и не нести вреда для экологии. Российские рэп-исполнисты потребовали прекращения московского дела. Они написали открытое письмо, в котором называют обвинения абсурдными среди авторов «Оксимирон», «Замай», «Слава КПСС», группа «Кровосток», «Эльдар Джарахов» и другие. Накануне «Оксимирон» выпустил трек «Ветер перемен», который он записал вместе с обвиняемым по московскому делу рэпером Самаридином Раджабовым. В начале записи звучит голос ведущей программы «Вечер» на нашем канале, в настоящее время Ирины Ромарийской. Он успел спросить у Раджабова, с кем бы тот хотел записать совместный трек Раджабов. Какой политактивист, я таджик и сам вес был подписан на реп, клеил чек, делал, безобычный тип стал, демоном и чуть ли не декабристом, за эспук до пяти лет почти как за убийство. «Оксимирон» приходил на суд к Самаридину и спросил его, с кем тот хочет записать трек. Раджабов ответил, что хочет с самим Мироном. Песня сделана на основе диктофона записи Раджабова из зала суда, его набросков и текстов. По словам Мирона, он сделал это, чтобы голос человека, которым ни за что ломают жизнь, услышали как можно больше людей. Напомню, Раджабова обвиняют в том, что звук падающей бутылки, которую он бросил в сторону полицейских, напугал сотрудников МВД. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Всего доброго, до встречи. Сегодня эти двое рассекают по городу так же, как и в 1989. Только тогда Путин преграждала Берлинская стена, и они закидали ее коктейлями Молотова. Стена была извращением, это совершенно ясно. Надо признать, что их считали врагами. Было непонятно, что произойдет дальше. Руководство утратило контроль. Сначала, конечно, может показаться, что это история про дояров. Но это на самом деле не так. Я с сестрой были еще маленькие. Ну, в школу мы ходили, не помню в какой класс, но все друзья, подружки идут гулять. А мне с сестрой, мама с папой, научите нас коров доить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова